всем привет с вами я дмитрий фреско вы сможете кулинарную пропаганду путешествие начинается едем сарагосу почему сарагоса все очень просто проживая в испании на мой взгляд нет большого смысла ехать куда-то очень далеко поэтому я рассудил так от одной точки путешествия до другой должно быть не больше 500 километров это расстояние не напрягаясь может преодолеть за полдня время на путешествие мы смогли выделить всего неделю на основные достопримечательности крупного города трех дней должно хватить я думаю ну а значит мне нужно было построить на карте равносторонний треугольник со стороной там 400 500 километров вот получилось сначала 400 до сарагосы затем чуть меньше четырех сотен до толеда а затем заехав на пару часов мадрид чуть больше четырех сотен до дома сарагос входит в десятку самых крупных городов испании вообще говоря страна крайне не однородно как по культуре так по языкам города вообще настолько разные что иногда буквально по двум-трем квартала можно отличить один город от другого разная архитектура разное оформление витрин да даже разносили оформление светофоров сарагоса была основана римлянам еще в двадцать четвертом году до рабами и обратно христиане отвоевали его аж только в начале двенадцатого века естественно все это сказалось на внешнем облике города короче не буду вас утомлять историческими подробностями все увидите сами итак добрались мы до сарагоса решили остановиться в кемпинге вот домик у меня за спиной сейчас покажу все подробности почему к пенка не центр ну в разных апартаментах мы уже останавливались когда приезжали в разные города решили попробовать жизнь грубо говоря за городом это самая окраина сарагосы здесь достаточно большое пространство можно останавливаться как если путешествовать вот таких вот в домиках можно останавливаться в домиках на колесах можно снимать бунгало бунгало на самом деле натуральный сарай маленький но дешево за три ночи там пять спальных мест мы платим 300 евро всего давайте пройдемся посмотрим что там внутри творится маленькая верандочка здесь тоже есть столб диванчик он стать раскладывается достаточно широко ну совершенно этому же застелили сами и вот перевернули видите так кожзам с этой стороны клейки обстановка еще убогая достаточно здесь кухонь к маленький холодильник заполненный нами продуктами микроволновка газовая плита мойка с горячей водой здесь же есть газовая колонка маленький телевизор показом испанского дурацкого телевидения есть этим говоря обогреватель электрический есть кондиционер ну я считаю что здесь будет за городом не жарко вам даже не понадобится так санузел один здесь проходим у нас есть раковина умывальника и душевая кабина тоже маленькая полочки такие и две комнатушки эта комнатушка 2 на спальне кровати с очень узеньким проходиком шкаф зеркало и вторая спаленка тоже с местом не густо как видите но если здесь достаточно широко то вот здесь конечно видите вот только так можно встать на территории есть бассейн и наверно чуть позже вам его покажу есть здоровенные душевые отдельно тоже покажу что еще есть доступно на и все есть такой маленький мини барчик 100 евро высокий сезон одна ночь стоит и по моему 75 или 80 в низкий сезон зимнее время такие улочки лесистые здесь есть домики как раз в таком домике остановились и люди останавливаются на машинах приезжающие сюда на территории есть раздел там где санузлы где душевые кабины где автоматические мойки стиральные машины и прочее машины останавливаются и подключаются к электричеству на территории есть бассейн сейчас мы до него дойдем есть спортивная площадка который по моему никто не пользуется по крайней мере я не видел душевые такие общего типа как наверно как в пионерском лагере если помните такие это вот так выглядит мальчики налево девочки направо вот такие путешественники останавливаются территория засажена соснами вот он спортивная площадка на которой кстати вчера кто-то занимался о и на этой площадке тоже устроились спортсмены вчера из никого не было на территории кэппинга запрещается разводить открытый огонь если хотите устроить барбекю тут есть специальное помещение она сейчас закрыта и поэтому нужно брать ключи на ресепшене чтобы там что-то готовить барбакова тоже на территории кемпинга есть небольшой барчик и народ пасется бассейн такой в окружении заборчика весь я зеленый даже два бассейна собственно говоря детский лягушатник взрослый он небольшой видите написано запрещено без браслета в воду залезать по браслету познаю тогда как любых отелях оплатили вы проживание в кемпинге или нет это часы работы его такой бассейн чистенький глубина где-то наверно от метра двадцати до полутора метров в дальнем краю у меня признаться честно совсем нет опыта проживания в хемпингах поэтому мне не с чем сравнить но на мой взгляд это такое полу полу туристическое не за полу палаточного существования да здесь палатках тоже можно жить выделяет вам место и заселяетесь как-то так так но сейчас мы выдвигаемся в сарагосу смотреть на достопримечательности тамошние поехали у меня за спиной дворец альхаферия палатсо альхаферия или де альхаферия это замок сооружение защитное в первую очередь было построено началось строительство 864 году по моему строил его во время мусульманско-саратинского владычества в конце его по сути самый первый коллаборационист похоже то есть он объединился с христианами и сейчас я собираюсь пройти вовнутрь посмотреть что там и как согласитесь глубина рва вообще поражает здесь на взгляд наверное метров 12 глубины и в ширину метров 15 сейчас мы конечно стоит без воды сухой и вот его внутреннем дворике этого замка дворик такой не очень большой но из-за того что стены высокие выглядит достаточно так внушительно этот дворец один из символов арагона за свою тысячелетнюю историю он успел побывать исламским алькасаром и дворцом каталогических королей и тюрьмой инквизиции комендатурой но сейчас это место резиденции катес арагон парламент региона что интересно львиная доля того что вы видите это условно новостройка в начале 20 века нашлись люди с деньгами были приглашены историки археологи и дворец восстановлен и достроен до того вида что вот есть сейчас то есть специалисты подняли старинные документы посмотрели как должен был выглядеть замок по замыслу средневековых христиантов и вуаля мы ходим по вот этой постройки чё хочу вам сказать зам конечно подавляет своей мощью величием какой-то одновременно и изящный и очень стильный прям класс чувствуется в влиянии от этого музунатского мира прям супер мне нравится что хочу сказать я гулял так сказать и рассматривалась примечательности в нескольких испанских городах сходу назову барселону валенсию аликанте гандию и вот сейчас сарагоса все эти города имеют очень ярко выраженный свой облик очень сильно отличаются друг от друга один другим не спутать ни с чем это различие в архитектуре в общем ощущении города в ширине улиц даже вот в сарагосе не часы дух я выбрал самую тихую улочку чтобы не было шумно очень это самая узкая наверно улочка всех которые я видел в той же самой валенсии есть улочки шириной буквально в полтора метра и общее впечатление от валенсии что он какой-то более грязный что ли более пыльный нежели сарагоса этот более современный но при этом в нем ярко виден как раз таки стиль архитектурный стиль не в смысле как есть такой стиль а есть эдакий а он просто стильный короче это город который стоит этот того чтобы сюда приехать специально и пройдитесь как минимум неделю как мне кажется в конце девятнадцатого века было принято решение создание вот этого музея витражных скульптур или скульптур не знаю как назвать первоначально изнутри вот эти вот стеклянные красоты подсвечивались свечами позже на помощь пришли электрические лампы экскурсия в музей интерактивная то есть вы заходите в церковь при погашенном освещении вам включают голос гида электронного записан на электрон носителя имею ввиду и по мере повествования включается освещение очередного экспоната единственный и довольно большой минус экскурсия ведется исключительно на испанском языке впрочем даже и без знаний постоянно поглазить есть на что грандиозно и монументал есть степарон и карлоса а Итак, полдня хождения по Сарагосе закончились, мы зашли в ресторан, меню сейчас вы увидите. Ресторан взяли буквально на первый попавшийся, посмотрели по триподвизору, по отзывам, вроде нормальный, итальянский, но заказывали всякого разного. Сейчас принесут и я вам расскажу свое мнение, ну и может кто-то еще из коллег поделится своим мнением о здешней еде. Ждем еды. Лазанья. Очень вкусная, прям классно, молодцы. Обалденный баланец в лазаньях, достаточное количество сыра, очень сочно, нежная, абсолютно не пересушенная. А что у тебя с пиццей? Тут с салами сильно выражается. Я не удержался, я уже попробовал. Секундочку, я поднесу микрофон к его, чтобы было слышно. Еще раз у человека, что-то с салями. Сильно выражается и эта астерита мне сильно нравится. Тут слой довольно... Лепешка, она немного тонкая, но она мягкая. Но снаружи это корки, которые можно просто вот обоконовать. А можно показать твою лепешку в камеру близко? Смотрите. Это уже второй ресторан, где вот мы такую лепешку видим. Она как будто раскатана из пельменного теста. Хотя вот говорит, что тонкая и мягкая при этом. Нет, вот снизу, вот тут внизу, она мягкая. Ага, под начинкой. Тут добавлена колбаса, которую я просто обожаю. Я ее много ем, но мы не покупаем ее много. И я бы это заказал и съел во второй раз. Вот так. Ну а по поводу салата, второй дегустатор скажет чуть позже. Салат «Цезарь» есть на канале. Смотрите, если хотите. Здесь бекон. У тебя был бекон в твоем? Я не знаю. Ну вот здесь этот бекон выражается немного как анчосы. Я в прошлом ресторане смотрел. Там с анчосами было тот же вкус. Салат вкусный. Я бы загасал и посоветовал. Ну вот честно говоря, делайте сами. Итак, мое впечатление, ну и впечатление семьи об этом ресторане. Это очень неплохой ресторан. Вообще, что касается лазани-баланезе, тут вообще превыше всяческих похвал. Пицца, начинка хороша. Лепешка на любителя. Мне нравится все-таки лепешка нормальная, сдобная. Но с пышными бортиками или тонкими. Это более плоская. Ну, тоже даже ничего. Вы слышали, что сказал мой один из дегустаторов. Салат «Цезарь» очень неплох. Любой «Цезарь» будет вкуснее дома, потому что свежеприготовленный. Что тут говорить? Короче, рекомендуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова